Почти 2,5 тысячи учебных мест, более 36 тысяч квадратных метров площади и свыше 2,6 млрд рублей финансирования. Школу номер 2 в районе телецентра глава региона Максим Егоров посещал относительно недавно и приехал вновь, чтобы оценить, как продвигаются работы. Получается, здесь доделываем стадион, делаем резиновое покрытие, все мафы на местах, мы там по той стороне пройдемся, будет видно. Уже делаем озеленение, то есть основной объем растений завезен и большинство уже посажено. Сейчас школа готова на 90%. Полностью завершить все работы планируется до конца года. В данный момент в помещениях идут отделочные работы, после завершения которых школьников будут ждать самые современные классы, несколько спортивных и актовый зал на 500 мест. Сразу после этого объекта Максим Егоров переезжает на другую строительную площадку в этом же районе, где возводят здание новой большой поликлиники. Ее площадь свыше 30 тысяч квадратных метров. Сейчас объект готов на 13%. На данный момент мы закончили практически полностью первый этаж и приступили уже заливать конструкцию монолитной на втором этаже. Установили котельную уже в проектное положение, да, она с той стороны здания стоит слева. В подвале выполнены работы по разводке канализации. По плану объект стоимостью около 2 миллиардов рублей должны закончить в четвертом квартале следующего года. Поликлиника сможет принимать 500 взрослых и 340 детей за одну смену. А это уже Тулиновка. Перед вами будущий центр врача общей практики. Корпус зданий из газобетона практически готов. Обязательно до Нового года здесь сделаем, как просили жители последним и прессом, это был 2 недели назад, тротуар, чтобы можно было ходить сюда хорошо. Ну и на следующий год будем делать дорогу практически от леса туда вниз, обязательно с водоотводными мероприятиями. Центр врачебной помощи в Тулиновке – важный социальный объект. Он будет обслуживать более 2000 человек до конца ноября текущего года. Его должны завершить стоимость реализации проекта более 30 миллионов рублей. Максим Егоров отметил, ход строительства каждого из этих трех объектов будет мониторить лично, посещая их в выходные, чтобы подрядчики понимали важность работы и качественно выполнили ее в срок. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Александр Кобзарев, Область новостей.